Региональный сосудистый центр Чувашии подвел итоги 10-летней работы. Именно столько действует система оказания медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами. На научной конференции врачи обменялись опытом по вопросам лечения и реабилитации пациентов. 10 лет назад Чувашия в числе 12 пилотных регионов попала в программу развития системы медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией. Благодаря участию в национальном проекте здоровья были открыты специализированный региональный центр и 7 первичных отделений. Их зоны действия сформированы так, что даже на вызовах в самые удаленные населенные пункты золотой час именно 60 минут. Показатель эффективности сосудистой программы – это первое – это доступность. То есть это показывает, что если раньше госпитализировалось до 2008 года 65% пациентов, то сейчас профильное отделение госпитализируется 98% пациентов с острыми инсультами и инфарктами. Это эффективность использования новых технологий, специализированной помощи. Это тромболитическая терапия, рентген-эндоваскулярные вмешательства, нейрохирургические вмешательства, прогеморрагических инсультах и ишемических инсультах. Немного цифр. За 10 лет только в региональном сосудистом центре прилечились более 25 тысяч человек. Около 70% пациентов после инсультов способны к самообслуживанию. Но самое главное – смертность от инфарктов и нарушений мозгового кровообращения снизилась на 30%. Все это дает право считать республиканскую систему сосудистой помощи достаточно эффективной. Специалисты отмечают успехи и в реабилитации больных. Это плюс, огромный плюс, потому что процентов 75 наших регионов, к сожалению, у них еще реабилитация, можно сказать, не очень хорошо развита. И пациенты после прохождения лечения, выделения острого, например, инсульта, они не получают достойную реабилитацию, потому что не развита вот эта система. В Чувашии как раз реабилитации большое внимание уделяется, что очень-очень хорошо. Врачи обсудили ряд вопросов, связанных с внедрением новых технологий в кардиологию, неврологию, реабилитацию, обменялись опытом ведения больных сосудистыми заболеваниями. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.